Популярное современное научное материалистическое атеистическое мировоззрение, пропагандируемое NASA, ведущими основными средствами массовой информации и системой государственного образования, заключается в том, что вы здесь, потому что ничто вдруг без причины взорвалось и создало всё – время, пространство, материю, сознание, разум и жизнь. Ничего не было, затем ничто взорвалось, и вместо разрушения и хаоса, как и любой другой взрыв, большой взрыв каким-то образом создал пространство-время и всю материю во Вселенной в одно мгновение, без всякой причины. И все его обломки летят на расстоянии более 670 миллионов миль в час в течение 14 миллиардов лет. Сначала некоторые из более газообразных ничто объединились, образуя Солнце и звёзды, затем твёрдые части ничего объединились, образовав планеты и Луны, затем ничто превратилось в водород и кислород, образовав воду на планете Земля, из которой волшебным образом появились одноклеточные живые организмы, разделяясь и размножаясь в многоклеточные сознательные организмы, которые размножались, делились и мутировали в различные формы морской жизни, которые приспосабливались, развивались и выползали на сушу, заменяя жабры лёгкими, потеряли хвосты, выросли большие пальцы и начали хвататься за соломинку. Это нелепое, нигилистическое представление об эволюции Большого Взрыва, это антибожественная материалистическая теория эволюции, была надёжно защищена непогрешимостью науки более 150 лет, но факт в том, что наука потерпела неудачу. Учёные не смогли обнаружить ни единого доказательства того, что материальный мир является продуктом слепой случайной эволюции. Было доказано в предыдущих главах, что это ложь. Теория множественности миров, теория гравитации Ньютона, теория относительности Эйнштейна, что звёзды – это далёкие Солнца. Этот сценарий про 4 миллиарда лет и что различные безжизненные химические соединения подверглись реакции в первичной атмосфере на Земле, в которой воздействие ударов молнии атмосферного давления привело к образованию первой живой клетки. Утверждение, что неодушевлённые материалы могут объединяться, чтобы образовать жизнь, является ненаучным, что не было подтверждено ни одним экспериментом или наблюдением. Жизнь возникает только из жизни. Каждая живая клетка образуется путём репликации другой клетки. Никому в мире никогда не удавалось сформировать живую клетку путём объединения неодушевлённых материалов даже в самых передовых лабораториях. Теория эволюции не объясняет само возникновение жизни. Причина в том, что органические молекулы настолько сложны, что их образование никак нельзя объяснить как что-то случайное. И совершенно невозможно, чтобы органическая клетка образовалась случайно. Как могли все взаимосвязанные и разрозненные компоненты, такие как клеточная стенка, клеточная мембрана, метахондриальные белки, ДНК, РНК, рыбосомы, лизосомы, цитоплазма, вакуоли, ядро и другие части клетки волшебным образом объединиться и создать сознательную разумную жизнь из бессознательной мёртвой материи? Просто чтобы создать одну белковую молекулу среднего размера, надо 288 аминокислот 12 различных типов, которые можно комбинировать, стремясь к 300 степени. Более 600 типов белков, объединённых в самых маленьких бактериях, обнаружил астроном Фред Хойл. И он пришёл к выводу, что все многогранные и многофункциональные части клетки могут случайно объединиться и создать жизнь. Это аналогично торнадо, проносящемуся по свалку и собирающему Боинг-747. Хойл писал, что если бы существовал основной принцип материи, который каким-то образом приводил бы органические системы к жизни, его существование было бы легко продемонстрировано в лаборатории. Можно было бы, например, наполнить ванну, чтобы представить первичный бульон, наполнить его любыми химическими веществами небиологической природы, прокачивать через него любые газы и светить на него любым видом излучения, который вам нравится. Пусть эксперимент продлится год и вы увидите, сколько из этих 2000 ферментов белков вырабатывается живыми клетками в этой ванне. Вы не найдете вообще ничего, кроме, возможно, шлама, состоящего из аминокислот и других простых органических химикатов. Даже если ученые поместят все необходимые для жизни химические вещества в резервуаре и применят к ним любые процессы по своему выбору и ждали бы миллиарды лет, ни одна живая клетка не могла бы образоваться. Астробиолог Чандра Викерман Синках писал «Вероятность спонтанного образования жизни из неживой материи один к числу 40 тысячами нулей, и этого достаточно, чтобы похоронить Дарвина во всей теории эволюции начала жизни». «Не было ничего случайным, а является продуктом целенаправленного разума. С самого начала моего обучения как ученого мне очень сильно промыли мозги, что наука не может быть совместима с каким-либо преднамеренным творением. Это представление должно быть болезненно отброшено. В данный момент я не могу найти никакого рационального аргумента, чтобы опровергнуть точку зрения, которая приводит доводы в пользу обращения к Богу. Мы привыкли иметь непредвзятый ум, и теперь мы понимаем, что единственный логический ответ на вопрос о жизни – это сотворение, а не случайный выстрел». Харун Яя написал научные доказательства из таких областей наук, как палеонтология, микробиология и анатомия, которые показывают, что эволюция является несостоятельной теорией. Было подчеркнуто, что эволюция несовместима с научными открытиями. Те, кто верят в теорию эволюции, думая, что несколько атомов и молекул, брошенных в огромный чан, могут произвести мыслящих, рассуждающих профессоров, студентов университетов, ученых, художников, антилоп, лимонных деревьев и гвоздик. Более того, ученые и профессора, которые верят в эту чепуху – образованные люди. Поэтому вполне оправданно говорить о теории эволюции, как о самом сильном заклинании в истории. Никогда прежде никакая другая вера или идея не лишала людей силы разума, не позволяла им мыслить разумно и логически и скрывала от них истину. Сознание и жизнь, прекрасное разнообразие, сложности взаимосвязанность природы и вселенной просто не могло быть результатом какого-то случайного физического явления. Лесли Оргель, соратник Фрэнсиса Крико, первооткрывателя ДНК, первой материи составляет 1 в десятой в сорокатысячной степени. Даже простое образование молекул ДНК и РНК, также в недосягаемости, чтобы собраться вместе, эквивалентно 1 умножить на 10 в шестисотой степени. Впоследствии такая математика и вероятность на самом деле настолько близко граничат с невозможным, что слово «невероятный» вводит в заблуждение. Лесли Оргель, соратник Фрэнсиса Крико, первооткрывателя ДНК, писал, что крайне маловероятно, чтобы белки и нуклеиновые кислоты, каждая из которых имеет сложную структуру, возникли спонтанно в одном и том же месте в одно и то же время. Но также кажется невозможным существование одного без другого. С первого взгляда можно было бы заключить, что жизнь на самом деле никогда не могла возникнуть химическим путем. Или, как увидел турецкий эволюционист, профессор Али Дамир, он сказал, «Я заявляю, что вероятность случайного образования цитохрома С, одного из основных белков для жизни, столь же маловероятна, как и возможность того, что обезьяна пишет историю человечества на пишущей машинке без ошибок. В ее формировании должны были действовать какие-то метафизические силы, выходящие за рамки нашего определения». Харун Яхья писал, «Предположим, что миллионы лет назад образовалась клетка, которая приобрела все необходимое для жизни и что она должным образом ожила. Теория эволюции снова терпит крах в этот момент, потому что даже если бы эта клетка существовала какое-то время, она в конце концов умерла бы, и после ее смерти ничего не осталось бы, и все вернулось бы к тому, с чего началось. Это потому, что первая живая клетка, лишенная какой-либо генетической информации, не смогла бы размножаться и начать новое поколение». Жизнь закончилась бы ее смертью. Генетическая система состоит не только из ДНК. Следующие вещи также должны существовать в той же среде – ферменты. Читать код на матричное РНК ДНК, которое будет получено после прочтения этих кодов. Рибосома, к которой будет присоединена матричная РНК в соответствии с этим кодом, транспортная РНК, чтобы переносить аминокислоты на рибосому для использования в производстве, и чрезвычайно сложные ферменты, чтобы выполнять многочисленные промежуточные процессы. Такая среда не может существовать нигде, кроме полностью изолированной и полностью контролируемой среды, такой как клетка, где существуют все основные сырьевые и энергетические ресурсы. Теория Большого Взрыва легко опровергается, поскольку природа взрывов заключается в том, чтобы разрушать, чтобы сломать вещи. Взрывы просто не создают и не могут создавать вещи, заставляющие разрозненные части объединяться в более упорядоченное целое, как утверждает теория Большого Взрыва. Теория Эволюции опровергается антропией. Второй закон термодинамики. Это является фактом, что системы, предоставленные самим себе, со временем склонны к искажению и беспорядку. Они не собираются спонтанно со временем в невероятно неправдоподобные комбинации, создавая разнообразные сложные и прекрасные живые формы. Эволюция предполагает, что вещи со временем становятся более упорядоченными и более сложными, но от ржавчины до плесени и гниющих трупов природа везде расходится с таким представлением. Кроме того, согласно принципу Меньшего, Шателье в химии, жизнь не могла образоваться в море, как утверждают эволюционисты, поскольку пептибная связь, созданная цепями аминокислот, производит молекулы воды. Такая реакция невозможна в водной среде. Харун Яхья писал, что органическое вещество может самовоспроизводиться, только если оно существует как полностью развитая клетка со всеми ее органеллами в подходящей среде, где она может выжить, обмениваться материалами и получать энергию из своего окружения. Это означает, что первая клетка на Земле образовалась внезапно вместе с ее удивительно сложной структурой. Что бы вы подумали, если бы вы отправились в поход вглубь густого леса и наткнулись на новенькую машину среди деревьев? Представили бы, что различные элементы в лесу случайно объединились в течение миллионов лет и произвели такое транспортное средство из всех частей? Детали в автомобиле сделаны из таких продуктов, как железо, медь и каучук, сырье для которых все найдено на Земле. Но может ли этот факт заставит вас думать, что эти материалы были синтезированы случайно, а затем соединились и произвели такой автомобиль? Без сомнения, любой человек в здравом уме понял бы, что автомобиль был продуктом разумного замысла, другими словами, фабрикой, и удивился бы, что он делает там, посреди леса. Эта работа разума необычайно сложная, как клетка, без сомнения, создана высшей волей и мудростью. Другими словами, она возникла как творение Бога. Многие грани природы – процесс слишком сложный и совершенный, возникший просто из-за слепых случайных изменений с течением времени. Например, глаз с его различными частями и механизмами, работающими вместе с мозгом, производящим самые четкие трехмерные цветные изображения. Даже самые совершенные камеры и плазменные экраны, когда-либо созданные людьми, не могут дать изображение столь же совершенного в деталях и ясности, как наши собственные глаза. Чарльз Дарвин, создатель теории эволюции, сам признавался, что только от мысли о высшем «я» холодело во всем его теле, поскольку он знал, какое неопределимое препятствие представляет «я» для его теории. И то же самое с ушами и звуковым оборудованием. На протяжении более века многие тысячи исследователей, ученых и инженеров работали на фабриках по всему миру, пытаясь производить более четкие аудио и видеоустройства для воспроизведения и записи, но они никогда не приближались к возможностям и совершенству человеческого уха. Вы можете взять в руки книгу, читать ее, руки, которыми вы ее держите, потом поднять голову и оглянуться вокруг. Когда-нибудь видели такое четкое и отчетливое изображение, как это? Никто не скажет, что хай-фай или камера появились в результате случайности. Так как же можно утверждать, что технологии, существующие в человеческом теле, превосходящие даже эти, могли возникнуть в результате цепочки совпадений, называемой эволюцией? Очевидно, что глаз, ухо и действительно все части человеческого тела являются продуктом очень высокого творения. Чарльз Дарвин в своем происхождении видов, настоящей Библии материалистов-атеистов, заявил, что «Если моя теория верна, бесчисленные промежуточные разновидности, наиболее тесно связывающие все виды одной и той же группы вместе, несомненно, существовали. Следовательно, доказательства их прежнего существования можно было найти только среди скопаемых останков». Сам Дарвин знал, что такие переходные формы не были обнаружены, и надеялся, что они будут обнаружены в будущем. Самым большим камнем преткновения для своей теории он назвал это. Согласно теории эволюции, каждый живой вид возник из предшественника. Один вид, существовавший ранее, со временем превратился во что-то другое, и все виды возникли таким образом. Согласно теории, эта трансформация происходит постепенно, в течение миллионов лет. Если бы это было так, то бесчисленные промежуточные виды должны были бы жить в течение огромного периода времени. Полурыбы, полурептилии, которые приобрели некоторые черты рептилий в дополнении к чертам рыб, которые у них уже были. Или должны были существовать некоторые существа, птицы, рептилии, которые приобрели некоторые черты птиц, в дополнении к чертам рептилий, которые они уже имели. Одержимые эволюционисты называли этих воображаемых существ, которые, по их мнению, жили в прошлом, переходными формами. Если бы такие животные действительно существовали, их бы были миллионы, даже миллиарды. А что более важно, останки этих существ должны были присутствовать в палеонтологической летописи. Этих переходных форм должно было быть даже больше, чем у нынешних видов животных, и их останки должны были быть найдены по всему миру. Дарвин надеялся, что переходные формы животных видов, постепенно эволюционирующие в другие виды, будут в конечном итоге обнаружены в летописи окаменелости когда-нибудь в будущем. До сих пор, однако, нигде в мире не были обнаружены такие переходные формы. Наблюдения Дарвина относительно естественного отбора и адаптации были, безусловно, правильными. Так называемая микроэволюция различных признаковых характеристик внутри вида была, и можно предположить, что трансформация одного вида в совершенно другой вид никогда не наблюдалась, и нигде в летописи окаменелости нет доказательства такой эволюции. Колин Паттерсон, старший палеонтолог британского музея естественной истории и ярый эволюционист, даже он признает, что дарвинисты должны признать, естественного отбора никогда не наблюдалось, чтобы что-либо действительно вызывало эволюцию. Он сказал, что никто никогда не производил вид с помощью механизма естественного отбора, никто никогда не приближался к нему, и большая часть текущих аргументов вне о дарвинизме касается этого вопроса. Харун Яхья писал, Даже в самых научных книгах об эволюции, этап перехода от воды к суше – один из необъяснимых моментов эволюции, дан в такой простоте, что они кажутся неправдоподобными даже для детей. Согласно эволюции, жизнь началась в воде. Согласно истории, однажды виды рыб развили способность вылезать из воды и перемещаться по суше. Теория предполагает, что у рыб, которые предпочли жить на суше, появились лапы вместо плавников и легкие вместо жабр. Но никто не объясняет, почему произошел переход. Нет ответа о том, как происходил этот процесс. Очевидно, что рыба не может дышать без воды более чем на несколько минут. Если предположить, что действительно существовала засуха, как утверждают эволюционисты, и рыба по какой-то причине потянула на сушу, то что будет с рыбами, даже если этот процесс будет длиться 10 миллионов лет? Ответ таков. Рыба, покидающая воду, неизбежно погибла бы через какое-то время. Даже если бы этот процесс длился 10 миллионов лет, ответ все равно был бы тем же. Все рыбы умрут одна за другой. Может быть, через 4 миллиона лет какая-то рыба вдруг приобрела легкие, в то время как они пытались выжить. Но окей, но все равно нелогично утверждать, что жизнь каким-то образом разородилась и развивалась в море, пока каким-то образом что-то не вырастило легкие лапы, чтобы жить на суше. Дарвинисты утверждали, что рыбные существа, живущие только под водой, превратились в амфибии, в существа, живущие как на суше, так и в воде, а затем амфибии превратились в рептилии, существа, живущие только на суше. Затем они предположили, что у некоторых рептилий развились крылья, и они стали птицами, в то время как другие рептилии эволюционировали и стали млекопитающими. Однако ни одна из этих переходных форм никогда не была обнаружена, и они не могли реально существовать. Например, яйца амфибии развиваются только в воде, тогда как амниотические яйца развиваются только на суше. Поэтому какой-то сценарий постепенной пошаговой эволюции невозможен, поскольку без идеального завершения яйца вид не может выжить. Рептилии, предположительно эволюционирующие в млекопитающих, являются еще одним примером эволюционистского принятия желаемого за действительное кормление грудью. У их детеныша три косточки среднего уха, одна нижняя челюсть и покрыты мехом или волосами. Слишком много явных различий для постепенной эволюции рептилии. Развивающиеся крылья – еще одна полнейшая невозможность, поскольку строение наземных рептилий и птиц, обитающих в воздухе, слишком различается. Турецкий эволюционист признает, что крылья представляют собой проблему в теории Дарвина. Общая черта глаз и крыльев заключается в том, что они могут функционировать только в том случае, если они полностью развиты, мы не можем видеть птицу с наполовину сформированными крыльями. Хотя она и облачена в личину науки, это теория эволюции. Она есть не что иное, как обман, защищаемый только материалистической философией. Обман, основанный не на науке, а на промывании мозгов, пропаганде и мошенничестве. Теория эволюции – это теория, которая терпит крах с самого первого шага. Причина в том, что эволюционисты не в состоянии объяснить даже образование отдельного белка незаконными вероятности, незаконными физики. И химия дает какой-то либо шанс для случайного образования жизни. Звучит ли это логично или разумно, когда не может существовать ни одного случайного белка? Что миллионы таких белков объединяются, чтобы произвести клетку живого существа, и что миллиарды клеток ухитряются образоваться, а затем случайно объединились, чтобы произвести живые существа. И что из них произошли рыбы, и что те, которые переходят на сушу, превратились в рептилии, птицы, и что так образовались все миллионы различных видов на Земле. Они никогда не находили ни одного вида переходной формы, такой как полурыба или полурептилия, полуптица. И они не смогли доказать, что белок или хотя бы одна аминокислотная молекула, составляющая белок, могла образоваться в условиях, которые они называют первичными земными условиями. Даже в своих тщательно оборудованных лабораториях им это не удалось сделать. Теория Дарвина является концепцией, которая касается не только биологии, химии, астрономии и метафизики, но фактически легла в основу нового политического мировоззрения. И в течение очень короткого времени это новое прогрессивное политическое отношение было приопределено, как социальный дарвинизм, и как многие историки предполагают, что социальный дарвинизм стал идеологической основой фашизма, коммунизма и нового поколения. Идея Дарвина о естественном отборе и выживании наиболее приспособленных была центральной в безумных идеологиях многих из самых страшных массовых убийц 20 века, включая Мао, Сталина, Ленина, Троцкого, Маркса и Пола Потта. Сам Чарльз Дарвин был откровенным расистом, который в своей книге «Происхождение человека» объяснил, как цивилизованные расы со временем покончат с черными и аборигенами, из-за их неполноценности по сравнению с европейцами. Дарвин стал масоном в знаменитое с незапамятных времен ложе Канангейт Кильвенинг, номер 2, в Шотландии. Он также поддерживал тесные связи с якобинскими масонами во Франции. Двое его сыновей также были сделаны масонами в ложе Тириона, номер 253, в Дерби. Чарльз Дарвин не фигурирует в списках ложа, но скорее всего ему нравился его дед, его сыновья и его бульдог. Чарльз писал, что он прислушивался к идеям своего деда об эволюции и находился под их сильным влиянием. Он был первым человеком, выдвинувшим идею эволюции в Англии. Масоны, думая, что дарвинизм может служить их целям, сыграли большую роль в его распространении в массах. Один из них был Томас Хаксли, которого называли бульдогом Дарвина. Хаксли, чья пропаганда дарвинизма в Ардене была единственным фактором, наиболее ответственным за его быстрое признание, привлекла внимание всего мира к теории эволюции в ходе дебатов в музее Оксфордского университета, в которых он принял участие 30 июня 1860 года с епископом Оксфорда Самюэлем Уилберфорсом. Великая приверженность Хаксли распространению идеи эволюции вместе с его учреждением связи проясняется благодаря следующему факту. Хаксли был членом Королевского общества, одного из самых престижных научных учреждений Англии, и, как почти все остальные члены этого учреждения, были старшими масонами. Другие члены Королевского общества оказали Дарвину значительную поддержку. Короче говоря, Дарвин действовал не один с того момента, как была предложена его теория. Он получил поддержку, которая исходила от социальных групп, в которых масоны составляли важные примеры, доказывающие тот факт, что дарвинизм является одним из самых больших обманов атеистического масонства. Они сами издевались над теорией, которую нам навязывали с помощью прессы. Слепая вера в эти теории, которыми интеллектуалы будут кичиться, их знания и без какой-либо их логической проверки приведут в действие всю информацию, которую собрали воедино с целью направить их в умы в нужном им направлении. Не думайте, что эти заявления – это пустые слова. Атеистическое масонство в Соединенных Штатах взялось за разрешение страданий и вскоре журнал New Age в своем мартовском номере 1922 года заявил, что царство атеистического масонства будет установлено эволюцией и развитие самого человека, как видно выше. Ложно-научный образ эволюции есть обман. Масонские ложи открыто признают, что они будут использовать ученых и средства массовой информации, находящиеся под их контролем, чтобы предоставить этот обман как научный, который они находят даже забавным. В журнале, издаваемом Великой масонской ложей Турции, открыто обсуждали свою миссию использовать дарвинизм для неиспровержения религии и веры в Бога. Научная теория принята как большинством цивилизованных, так и слаборазвитых стран, однако ни церкви, ни другие религии не рухнули, а легенда об Адаме и Еве до сих пор преподается как религиозное учение в священных книгах. Другими словами, кажется, что одна из основных целей современного масона, помимо убеждения людей в большом взрыве, должен отменить креационизм и заменить его своим богом. Этот миф о слепой случайной эволюции. Дарвин никогда не заявлял, что у него есть какие-либо поддающиеся проверки научные доказательства, подтверждающие его теорию эволюции. 150 лет спустя мы так и не приблизились к доказательству ни того, ни другого. Но подавляющее большинство внушаемых овец убеждено, что они люди-обезьяны. Когда мы внимательно смотрим на западные СМИ, мы часто сталкиваемся с новостями, касающимися теории эволюции. Ведущие медиакомпании и известные уважаемые издания периодически поднимают эту тему. При рассмотрении их подходов складывается впечатление, что эта теория является абсолютно доказанным фактом, не оставляющим места для обсуждения. У них теория эволюции является фактом столь же достоверным, как и любой закон математики. Они печатают заголовки большими шрифтами, как в газете Time. Обнаружена новая окаменелость, которая заполняет пробел в цепочке окаменелостей. Природа указывает, что ученые пролили свет на последние вопросы эволюционной теории. Обнаружение последнего недостающего звена эволюционной цепи ничего не значит, потому что нет ни одного доказательства эволюции. Короче говоря, как средства массовой информации, так и академические круги, находящиеся в распоряжении антирелигиозных силовых центров, придерживаются полностью своего взгляда, который навязывает общество. Это навязывание настолько эффективно, что со временем превратило эволюцию в идею, которую никогда нельзя отвергать. Отрицание эволюции рассматривается как противоречащее науке и фундаментальным реалиям. Информация, которую мы рассматривали, показала нам, что теория эволюции не имеет научной основы, и наоборот, утверждения эволюционистов противоречат научным фактам. Другими словами, сила, поддерживающая эволюцию, не является наукой. Материалистическая философия является одним из древнейших верований в мире и предполагает существование материи в качестве своего основного принципа. Согласно этому, материя всегда существовала во всем, и все состоит из материи. Это делает веру в Творца невозможной. Потому что если материя существовала всегда, и если все состоит из материи, то не может быть сверхматериального Творца, создавшего ее. Дело в том, что эволюция всегда была предрешенным выводом людей, ищущих какой-либо ответ, кроме Бога. Когда вы метафизически исключаете существование разумного творческого сознания, стоящего за сотворением материального мира, остается только один ответ – случайность. Все должно быть результатом случайности, случайности и обстоятельств. Как только вы исключили возможность существования высшего разумного Творца, как бы усердно это не отрицалось, правда остается в том, что вы просто не являетесь какой-то космической случайностью, не результатом случайного стечения обстоятельств или совпадений. Ваши глаза, ваши уши, ваши чувства, материалистическая наука и философия, которые вне всяких сомнений доказывают, что атеистический материализм является недействительной, несостоятельной, деструктивной философией, и что сознание и разум существовали до и за пределами всего пространства, времени и материи. Малкольм Магеридж, философ-атеист и сторонник эволюции в течение 60 лет, наконец при смерти признался, что и сам убежден, что теория эволюции, особенно та степень, в которой она была применена, станет одной из величайших шуток в книгах по истории в будущем. Согласно этим профессорам, ряд простых химических веществ сначала соединились и образовали белок, который не более возможен, чем случайно разбросанный набор букв, соединяющихся вместе, чтобы сформировать стихотворение. Затем другие совпадения привели к появлению другие белки, а также случайно организованные, объединенные не только белки, но и ДНК, РНК, ферменты, гормоны и клеточные органеллы, все из которых являются очень сложными структурами. Клетка случайно возникла и объединилась в результате этих миллиардов совпадений. Если поставить перед этими людьми резной камень деревянного идола и сказать им «посмотрите, этот идол создал эту комнату и все, что в ней». Бессознательный процесс, известный как случайность, постепенно создал этот мир и все миллиарды замечательных живых существ в нем. Короче, эти люди считают случай Богом и утверждают, что он разумен, сознателен и достаточно силен, чтобы создавать живые существа и вещи, и все хрупкие балансы во Вселенной. Одним из первых обманов в истории дарвинизма, известным как теория перепросмотра и провозглашенным неопровержимым доказательством эволюции, была идея, предложенная и пропагандируемая расистским профессором-евгенистом по имени Эрнест Хейгель. В конце 19 века, современник и друг Чарльза Дарвина и Томаса Хаксли, Геккель постулировал, что эмбрионы человека и других животных испытали миниатюрную форму всего эволюционного импульса во время своего развития в утробе матери, проявляя в первую очередь характеристики рыб, чем рептилий, и, наконец, млекопитающих или человека. Многие люди и популярные источники все еще неосознанно цитируют и верят в мошенническую работу Гегеля. Несколько популярных журналов и школьных учебников еще в 90-х годах, спустя столетия после разоблачения, все еще опубликовали фальшивые изображения Гегеля и теорию перепросмотра как научный факт. С тех пор было доказано, что эта теория полностью ложна. Теперь известно, что жабры, которые предположительно появляются на ранних стадиях человеческого эмбриона, на самом деле являются начальными фазами паращитовидной железы, канала среднего уха, а вилочковая железа, той частью эмбриона, которая была уподобляемой мешку яичного желтка, оказывается мешочком, который производит кровь для младенца. Часть, которая была идентифицирована Гегелем и его последователями, на самом деле являются позвоночником, который напоминает хвост, только потому, что он принимает форму раньше, чем ноги. Другим интересным аспектом перепросмотра было серьезное столкновение с мошенником, который фальсифицировал свои рисунки, чтобы поддержать теорию, которую он выдвинул. Геккель был обвинен в мошенничестве пятью профессорами и осужден университетским судом в Йене, где он признал, что некоторые из его рисунков были подделками, что он просто заполнял недостающие извения там, где доказательства были недостаточными, и что сотни его современников были виновными по тому же обвинению. Во время суда он сказал после этого компрометирующего признания в подлоге. «Я был бы вынужден считать себя осужденным и уничтоженным, если бы не имел утешения видеть бок о бок со мной на скамье подсудимых сотни соучастников, среди них многие из наиболее доверенных наблюдателей и наиболее уважаемых биологов. Подавляющее большинство всех диаграмм в лучших учебниках по биологии, трактатах и журналах подверглись бы в одинаковой степени обвинению в подделке, ибо все они не точны и более или менее подделаны». Это признание не только осознавало его собственные подделки, но и то, что существовали сотни других научных мошенников, аналогичным образом подтасовывавших открытия и лучшие учебники по биологии, трактаты и журналы. «Поскольку оказывается, что Гегель просто скопировал и несколько раз печатал одни и те же изображения человеческих эмбрионов, заявляя, что каждая из них соответствует эмбрионам других животных с точными параллелями, хотя на самом деле параллели не существуют, а изображения были копиями, которые он сознательно и намеренно сделал, чтобы соответствовать своей идее перепросмотра». Малкольм Боуден писал в поддержку своей теории. «Гегель, который был самоучкой, подделал некоторые из своих открытий. Он не только изменил свои иллюстрации эмбрионов, но и напечатал одну и ту же пластину с эмбрионом три раза и пометил одного человеком, второго собакой, а третьего кроликом, чтобы показать их сходство». Доктор Майкл Ричардсон писал, что это один из худших случаев научного мошенничества. Удивительно, что кто-то, кого считали великим ученым, намеренно вводит в заблуждение. Свинья и все остальные выглядели одинаково на одной и той же стадии развития. Они не считаются подделками. Последние 150 лет ученые-эволюционисты усердно работали над пропагандой общественности, заставляя ее поверить в то, что современные люди произошли от древних обезьян. Последний и самый сложный скачок для теории эволюции – это предполагаемый переход от обезьяны к человеку за миллионы лет. Полная невозможность развития способностей, таких как прямохождение на двух ногах, прямой позвоночник и сложные языковые навыки, обсуждались с тех пор. Стойкие эволюционисты приступили к открытию или изобретению правдоподобного переходного вида человека-обезьяны. Первым из этих удобных эволюционных открытий был неандерталец, обнаруженный в долине Неандр в Германии в 1856 году, как раз к выпуску книги Дарвина «Происхождение видов». По сей день реконструированные рисунки. Волосатые обезьяноподобные неандертальцы изображаются в научных журналах и школьных учебниках и объявляются недостающим эволюционным звеном. Однако факт состоит в том, что все останки так называемых неандертальцев никогда не отличались от современных людей, больше чем азиаты от аборигенов. Размер черепа показывает, что его мозг на самом деле был на 13% больше, чем средний мозг современного человека, что делает невозможным быть посредником между людьми и обезьянами. Даже журнал Time в 1971 году объявил примитивность неандертальца необоснованной. Один писатель даже комментировал, что историки будущего могут объявить всех нас сумасшедшими за то, что мы не обнаружили и не опровергли эту невероятную ошибку с достаточной решимостью. Райнер Праж, немецкий профессор, датировал окаменелости возрастом 36 тысяч лет. Это позволило им идеально вписаться в эволюционистскую временную шкалу в 2005 году. Однако Праж был вынужден уйти в отставку, чтобы быть отмеченным группой руководителей университета Франкфурта, которые определили, что он сфабриковал данные и плагиатил работу из его коллег за последние 30 лет. Некогда известный эксперт по углеродному датированию в настоящее время полностью изгнан из научного сообщества. С тех пор было установлено, что всем скелетным останкам неандертальцев не более нескольких тысяч лет, некоторым всего несколько сотен лет, обнаружили ДНК современного человека в костях, что объем их мозга был на 13% больше, чем у современного. Их рост 5 футов 9 дюймов, сопоставимый с нашим средним, и у них были передовые инструменты, они хоронили своих мертвецов и наслаждались искусством. Профессор Берлинского университета Рудольф Вирхов, отец современной патологии, еще в 1872 году пришел к выводу, что первоначальные останки неандертальцев были просто останками несчастного Homo sapiens, который в детстве страдал рахитом, взрослым артритом и стал жертвой нескольких разрушительных ударов по голове. Эрик Трент, палеантрополог из университета Нью-Мексико, завершил свое исследование. Подробное сравнение скелетных останков неандертальца с останками современного человека показало, что в анатомии и Земле нет ничего, что убедительно указывало бы на двигательные, манипулятивные, интеллектуальные или языковые способности ниже, чем у современных людей в 1891 году. Следующее открытие восьми человек было обнаружено в Ява, Индонезия, работы Эжена Дюбуа, который по совпадению оказался учеником и подмастерьем мистификатора-эволюциониста Эрнеста Цикла. Дюбуа нашел черепную шапку, кость ноги, фрагмент челюсти и три зуба, по которым он реконструировал обезьяноподобного яванского человека в течение десяти лет после его открытия. Яванский человек был главной темой более 80 книг и статей по эволюции. Ему было дано научное название антропологов «прямоходящий», а позже измененное на пятикантроп «прямоходящий» и, наконец, «гомо эректус». Несомненно, это четыре сверхофициальных псевдонаучных причины, по которым Хэнк Ханна Граф писал, что яванский человек был открыт голландцам. Кости были найдены в 1891 году на Индонезийском острове Ява в юго-восточной Азии на берегу реки Солоу, и там был интересный ассортимент, который он нашел. Кость ноги, тюбетейка, фрагмент челюсти и три зуба. Некоторые зубы были старее некоторых молодых. Кости принадлежали самке и самцу обезьяны. Это был интересный конгломерат. Находка дюбуа скрывалась от ученых в течение примерно 30 лет. Предок современных людей. Наконец, на него было оказано достаточное давление, чтобы настоящие кости были разрешены для исследования и были обнаружены несоответствия, и в конечном итоге Америка, а также остальной мир узнали, что это была мистификация. Недавно журнал Time опубликовал статью с названием «Как человек стал человеком» и начинает высмеивать христиан и креационистов, а затем продолжает представлять человека с Явы, как если бы это был факт. В костях было обнаружено, что зубы человека с Явы разного возраста, смесь человека и обезьяны. Профессор Хикель, ведущий специалист по патологии своего времени, заявил, что, по его мнению, это существо было животным, гигантским гиббоном, и бедренная кость не имеет ни малейшей связи с черепом. Совершенно очевидно, что это человек, в то время как свод черепа и зубы принадлежали примату. В 1912 году врач и палеантрополог по имени Чарльз Доусон заявил, что нашли челюстную кость и фрагмент черепа переходной формы обезьяна-человека в Яме в Пилдауне, Англия. Возраст якобы 100 тысяч лет и выставлялся как абсолютное доказательство эволюции человека в музеях по всему миру в течение следующих 40 лет. О пилдаунском человеке было написано множество научных статей, реконструкций художников и более 500 докторских диссертаций. Возражения и критика были немедленно выдвинуты современниками, такими как Артур Кейт. Но Доусону удавалось это отрицать до 1953 года, когда тесты окончательно доказали, что пилдаунский череп был на самом деле человеческим и ему всего несколько сотен лет, в то время как нижняя выступающая часть принадлежала недавно умершему орангутангу. Исследователи обнаружили, что Доусон искусственно стер челюсть орангутанга и что примитивные инструменты, обнаруженные рядом с окаменелостями, были имитациями, которые Доусон заточил стальными инструментами. Доусон также заполнил поверхности коренных зубов, чтобы они больше походили на человеческие, и окрасил все окаменелости бихроматом калия, чтобы придать ему старевший вид. Пятна быстро исчезли, однако Уилфорд Лагрен Арк, член команды Джозефа Уайнера, обнаруживший подделку, заявил, что доказательства искусственного истирания сразу же бросились в глаза, что они кажутся настолько очевидными, что вполне можно задаться вопросом, как получилось, что они ускользнули от внимания раньше. В течение нескольких дней пилдаунский человек был изъят из британского музея, где он выставлялся в течение четырех десятилетий. В 1953 году было окончательно доказано, что это подделка, и многие другие палеонтологические находки Доусона также оказались подделками или подброшенными в 2003 году. Майлз Рассел опубликовал результаты исследования антикварной коллекции Доусона, сделав вывод, что по крайней мере 38 экземпляров были явными подделками, отметив, что вся академическая карьера Доусона, по-видимому, была построена на обмане и мошенничестве. Следующая мошенническая попытка создания и распространения предполагаемой переходной формы из восьми человек была предпринята в 1922 году Генри Осборном, соучредителем американского общества Евгеники, президентом пионерского фонда сторонников превосходства белой расы и директором американского музея естественной истории. Осборн заявил, что ему прислали аномальный зуб, найденный в змеином ручье штат Небраска, который обладал характеристиками как обезьяны, так и человека. Он определил, что он пришел из плеоценового периода древней истории. Многие авторитеты поддержали Осборна на основе этого единственного зуба. Были сделаны реконструкции тела и головы мужчины из Небраски. Мужчина даже был изображен вместе со своей женой и детьми, как целая семья в естественной обстановке. Как только человек из Небраски обошел средства массовой информации популярными публикациями, то сразу публика поддалась пропаганде. История исчезла до 1928 года, когда Уильям Брайан и Уильям Грегори получили возможность независимо изучить зуб. Их исследования убедительно показали, что зуб не принадлежал человеку или обезьяне, но на самом деле был из вымершего вида дикой американской свиньи. После того, как Уильям Грегори опубликовал свою статью, все рисунки и модели человека из Небраски и его семьи были быстро удалены из эволюционистских публикаций. Сам Генри Осборн был вынужден признать, что у человека из Небраски есть запасной эпифиз. Пятикантроп прямоходящий и вся его воображаемая семья были полностью вымышленными. Его никогда не признавали виновным в мошенничестве, с чего бы ему? Он как-никак ярый эволюционист, евгенист и сторонник превосходства белой расы. Осборн был даже таким садистским расистом, что его цитировали во время общенациональных дебатов, беззастенчиво говоря об интеллектуальных тестах армии Первой мировой войны. После того, как Дарвин выдвинул утверждение в своей книге «Происхождение человека», что, мол, человек произошел от обезьяноподобных живых существ, он начал искать окаменелости, чтобы поддержать это утверждение. Однако некоторые эволюционисты считали, что существа-получеловеки-полуобезьяны можно было найти не только в летописи окаменелости, но и живыми в различных частях мира в начале двадцатого века. Эти поиски живых переходных звеньев привели к несчастным случаям, одним из самых жестоких из которых является история пигмея по имени Одо Бенго. Одо Бенго был найден исследователем-эволюционистом в Конго. На его родном языке его имя означало «друг». У него была жена и двое детей, прикованные и закованные в клетку, как животное. Их привезли в США, где ученые-эволюционисты представили его публике в церкви Святого Сент-Луиса вместе с другими видами обезьяны, представили его как самое близкое переходное звено к человеку. Два года спустя его отвезли в зоопарк в Нью-Йорке, где выставили под названием «древних предков человека» вместе с несколькими шимпанзе и гориллой. Доктор Уильям Хорнадей, директор зоопарка-эволюционист, произносил длинные речи о том, как он гордится этой исключительно переходной формой в своем зоопарке, и обращался с Ото Бенго в клетке, как если бы он был обычным животным, не способным вынести обращение, к которому он подвергся. Эти скандалы демонстрируют, что ученые-эволюционисты, не колеблясь, используют любые ненаучные методы для доказательства своих теорий. В 1927 году Дэвисон Блэк заявил, что он обнаружил около Пекина пять раздробленных черепов и несколько зубов, принадлежащих восьми древним видам людей, которые сейчас широко популярны. Где-то между 1941 и 1945 годами все оригинальные кости были таинственным образом утеряны, однако осталось только несколько гипсовых слепков, оставшихся для изучения на том же месте, где было найдено это предполагаемое недостающее звено. Там также были обнаружены останки десяти человеческих скелетов, которые добывали ближайший известняк, разжигали костры и оставили после себя различные инструменты. В 1974 году Дональд Йоханссон обнаружил Люси, трехфутового роста встраталопитека, возрастом предположительно три миллиона лет. Сцена в Эфиопии широко разрекламированная, как наш самый старый прямой человеческий предок. Дон Йоханссон скромно утверждал, что Люси была самой важной находкой, сделанной кем-либо в истории всего человечества, и средства массовой информации превозгласили его героем, которого они повысили от доцентов до доктора наук. В собственном институте биологии человека в Беркли в течение всего этого времени он никогда не позволял ученым исследовать кости Люси до 1982 года. Восемь лет спустя, по мере того, как было обнаружено и исследовано больше скелетов астралопитеков, многие ведущие эволюционисты согласились с тем, что Люси – просто вымерший тип обезьян, похожих на современных карликовых шимпанзе и не более того. Они, возможно, и ходили чуть более вертикально, чем большинство обезьян, но не были двуногими или прямоходячими, не могли говорить, проводили большую часть своего времени на деревьях и ходили на четвереньках. Исследования астралопитеков вместе с группой из пяти специалистов пришли к выводу, что все различные экземпляры астралопитеков, которые они исследовали, были всего лишь обычным родом обезьян и определенно не двуногими. Французский журнал «Наука и жизнь» опубликовал статью на обложке в мае 1999 года о том, что Люси, самая известная окаменелость астралопитека, не была корнем человеческой расы и должна быть удалена из нашего предполагаемого генеалогического древа. Однако даже сейчас, в 2014 году компания Masonic Universal Pictures только что выпустила фильм под названием «Люси». В 1982 году фрагмент черепа, найденный в испанском городе Орсе, считался самым древним окаменелым человеческим останком, когда-либо найденный в Евразии. Он был представлен миру с обычными реконструированными рисунками, изображающими молодого волосатого мужчину-обезьяну, подростка, в 1983 году. Однако группа ученых из Франции пришла к выводу, что фрагмент черепа на самом деле принадлежит четырехмесячному ослику. Было запланировано, чтобы эксперты могли осмотреть и обсудить кость, но было немедленно отменено после того, как французское расследование смутило испанских чиновников, разославших 500 писем потенциальным участником с извинениями после более убедительных тестов. 14 мая 1984 года газета Daily Telegraph опубликовала заголовок. В 1984 году Кимо Чему в группе под руководством палеантрополога Ричарда Лики обнаружил мальчика в Кении. Ему приписали возраст полтора миллиона лет и в настоящее время считается самым старым человеческим скелетом. Очень похож на неандертальца, однако мальчик из Туркана ничем не отличается от современного человека. Он был и так похож на мальчика-неандертальца из Туркана, который был двуногим, с руками и ногами человеческих пропорций, вертикальной структурой скелета, сравнимой по высоте размеру черепа и скорости развития современных людей. Даже руководитель группы первооткрывателей Ричард Лики заявил, что разница между этим экземпляром Homo erectus и современным человеком не более выражена, чем простые расовые различия. Форма черепа, степень выступания лица, выпуклость бровей и т.д. Сегодня между отдельными географическими расами современных людей такая биологическая изменчивость возникает, когда популяции географически отделены друг от друга в течение значительного периода времени. Поэтому, когда мы видим, чем они являются на самом деле, все предполагаемые открытия и реконструкции в восьми человек являются ничем иным, как мошенничеством и фантазиями. Неандерталис был просто обычным человеком. Человек с Явой и человек из Пилдауна были составлены из костей человека и обезьяны. Реконструкция создается как модель живого существа на основе одной кости, иногда только фрагмента, который был обнаружен при раскопках человекообразной обезьяны, которых мы видим в газетах, журналах или фильмах. Они все являются реконструкциями окаменелости, которые, как утверждается, являются свидетельствами в пользу сценария эволюции человека. На самом деле являются продуктами мошенничества в течение более 150 лет. Не было найдено ни одной коннемелости, подтверждающей эволюцию. Дэвид Пилбим, антрополог из Гарварда, подчеркивает этот факт, когда говорит, что, по крайней мере, в палеантропологии данные все еще настолько скудны, что теория сильно влияет на интерпретации. Прошлые теории явно отражали наши нынешние идеологии, а не фактические данные. Эти реконструкции лучше всего служат целью эволюционистов, которая состоит в том, чтобы убедить людей, что эти реконструированные существа действительно существовали в прошлом. Все многочисленные модели, рисунки, карикатуры, манекены и фильмы, снятые с участием различных восьми человек, являются полной выдумкой. Потому что никто не может на самом деле точно определить внешний вид животного, основываясь исключительно на структуре костей и мягких тканях, которые быстро исчезают после смерти и отвечают за вид глаз, ушей, носа, губ, волос, бровей и кожи. Предполагаемые реконструкции древних типов человека имеют очень небольшую научную ценность, если вообще имеют какую-либо научную ценность и, вероятно, только введут в заблуждение общественность. Поэтому не верите реконструкциям. Нет никаких конкретных ископаемых свидетельств, подтверждающих образ обезьяны-человека, который непрестанно пропагандируется в средствах массовой информации. Эволюционные академические круги с кистями в руках эволюционисты создают воображаемых существ. Тем не менее тот факт, что эти рисунки не соответствуют ни одной окаменелости, представляет для них серьезную проблему. Найденный пилдаунский человек стал самым большим скандалом в истории науки. Является типичным примером этого метода. Теория перехода от обезьяны к человеку у нынешних эволюционистов гласит. Австралопитек, гомо гобилис, гомо эректус, гомо сапиенс. Вымершая обезьяна очень похожа на многих современных шимпанзе ростом длиной рук и ног, форма черепа, зубами, строением нижней челюсти и многими другими деталями. Окаменелости, обнаруженные в конце 1980-х годов, считались Homo habilis, а Лики считался научным гением. До тех пор, пока его современники Бернард Вуд и Лоринг Брейнс не определили, что у Homo habilis руки были слишком длинными, ноги были слишком короткими, а структура скелета слишком обезьяноподобной, чтобы быть кем-либо кроме обезьяны. Их пальцы, рук и ног были такими же, как улазающих по деревьям, а их челюсти и череп, способности были сопоставимы с современными обезьянами. Американский антрополог Холли Смит в 1994 году пришла к выводу, что Homo habilis вовсе не был Homo или человеком, а была просто обезьяной, такой же, как астралопитек. Даже после 150 лет открытий, эволюционисты не приблизились к обнаружению истинного переходного вида, существующего между обезьяной и человеком и не приблизились к доказательству своей теории, а также не могут ответить, как обезьяны могли развить двуногие человеческие руки и соотношение длины ног, выпрямление позвоночника и сложные лингвистические навыки. Если люди произошли от обезьян, почему обезьяны все еще существуют? Почему до сих пор не существует ни одной из этих предполагаемых переходных форм? И где настоящие примеры в палеонтологической летописи?